Всем здравствуйте! С вами Павел Глазков. Как вы думаете, где сейчас нахожусь? Я на дне каньона. Здесь река пробила себе путь. И обнажила слои земной коры, которым сотни миллионов лет. Отправляемся на прогулку по памятнику природы каньон реки Лава. Памятник природы находится в 85 километрах на восток от Петербурга. У деревень Городище и Васильково. В Кировском районе Ленинградской области. Территория имеет вытянутую форму, повторяющую изгибы реки. Берега реки крутые, местами отвесные. Спускаясь вниз по склону, мы проходим сквозь полмиллиарда лет. На дне мы попадаем в глубочайшее прошлое, где зарождалась жизнь на нашей планете. Это Нижний Палеозой. Здесь охраняется, прежде всего, ландшафт, абсолютно нетипичный для Южного Приладожья. То есть это отвесный каньон, сложенный известняками и выходами на поверхность пород многомиллионной давности, где в том числе можно наблюдать и окаменелости. То есть посмотреть, кто населял дно моря, которое здесь когда-то было, 460-500 миллионов лет назад. Известь с открытых склонов, попадая в почву, делает ее необычайно плодородной. Сложно поверить, что на этой небольшой природной территории можно увидеть более 450 видов высших растений. Здешние растения нетипичны для зоны таежных лесов, а ведь эта часть области относится именно к тайге. На территории памятника природы встречаются так называемые кальцифилы. Растения, которые особенно требовательны к содержанию в почве кальция. К таким относится и одна из гордостей памятника природы – Венерин башмачок настоящий. Это одна из самых крупных и красивых орхидеи России. Высоту может достигать до полуметра. Цветок занесен в Красную книгу России. Слышите, барабанную дробь? Это стучит редкий белоспинный барабанщик. Кстати, он занесен в Красную книгу Ленинградской области. Белоспинный дятел получил свое название за белоснежный окрас нижней части спины. Красную шапочку у этой птицы носят только самцы. У самки шапочка черного цвета. Самцы, как и у других дятлов, помогают выращивать потомство. Барабанную дробь мы слышим чаще, конечно, весной. Но в редких случаях птица может настучать и в летний период. Река привлекает к себе куликов. Таких как малый зуек, черныш, перевозчик. В зарослях кустарников можно увидеть чечевицу. И это не популярная сельскохозяйственная культура, а птица. Этих перенатых легко узнать по яркой красной окраске самцов и по звучной песне, напоминающей флейту. Эта птица относится к дальним мигрантам. Зимует в Юго-Восточной Азии. Неудивительно, что от нас чечевица улетает уже во второй половине июля. Впереди у нее дальняя дорога. Особую ценность памятника природы представляют редкие для Ленинградской области широколиственные леса. И главным их украшением является вяз. Здесь он представлен сразу двумя видами. Вяз шершавый и вяз гладкий. Название пошло от поверхности их листьев. Высоту деревья достигают 30 метров и могут прожить до 500 лет. Древесина у вяза твердая и крепкая. Также на территории памятника природы из широколиственных деревьев встречаются клён, липа, ясень и даже единичные экземпляры дуба. Длина реки Лавы 31 километр. И лишь 7 из них со скальными выходами древних горных пород относятся к охраняемой территории. Специально оборудованной экотропы здесь нет. Во время мелководия, как сейчас, в путешествии можно отправиться прямо по дну реки. Но желательно делать это в туристической и лучшем непромокаемой обуви. Вообще тропа пригодна в основном для прогулок в тёплое время года всё-таки, потому что в каньоне снег тает, естественно, не сразу. Здесь мокро, скользко, иногда можно в грязь наступить, если, например, ранней весной здесь прогуливаться. Лава берёт своё начало в торфяных болотах. Поэтому вода в ней с коричневым оттенком. В конце весны вверх по реке на нерест поднимается кровожадный хищник с большой присоской. Это рыбообразное животное и зовут его миногой. Она считается предшественником рыб. У миноги нет воздушного пузыря, парных плавников и даже челюстей. Рот у неё, как у пиявки, в виде присоски с сотнями острых зубов. С помощью неё хищник удерживается на своей жертве – рыбе. Минога живёт на нашей планете уже более 350 миллионов лет. И внешне практически не изменилось. Во время нереста самцы объединяются в группы по 5-7 особей и дружно вырывают в песке общее гнездо. После того, как гнездо готово, самцы приглашают в него самок. И начинается нерест. После единственного в своей жизни брачного таинства миноги погибают. Каньон реки Лава – настоящий музей под открытым небом. В нём можно изучать многомиллионную историю нашей планеты. Поэтому неудивительно здесь повстречать и геолога. Здравствуйте, Юрий Алексеевич. Здравствуйте, Павел. Это вы сегодня уже столько здесь всего нашли? Ну, что-то попадается. Ну, морские пузыри – это не такая редкость. А здесь вот гастропода, брюхоногий моллюск, остаток его. Здесь лава течёт по самым древним известнякам. И вот на том берегу видно самый нижний слой. Его древние каменотёсы назвали дикарём. Это самый крепкий известняк, который в строительстве Петербурга применялся как в основаниях зданий, сооружений, так и вот лестницы многие сделаны у нас как раз вот из этого… Дикаря. А выше него уже располагается, вот видно, наверное, жёлтого цвета. Вижу, да, да, да. И вот их каменотёсы уже использовали только во внутренних. Они менее крепкие, чем дикари. Юрий Алексеевич, в Ленинградской области же несколько геологических памятников природы. А чем уникален вот именно этот памятник? Это место Мекка для геологов и любителей палеонтологии. Есть другие места, где течёт река. Ну, на Волхове там, например, тоже. Но там два берега далеки друг от друга. А здесь они совсем близко. Можно видеть скальный участок правого берега, около которого мы стоим, и левого берега. Если что-то нашли, посмотрели, сфотографировали и оставляем. Юрий Алексеевич, а такой немножко, может быть, необычный вопрос. Вот ископаемые животные, они же не занесены в Красную книгу ни Ленинградской области, ни России. Почему же их нельзя, например, уносить вообще с территории памятника природы? Ну, если люди приезжают сюда для того, чтобы добыть, со стены снять, и при этом они разрушают стену, и каньон реки Лава начинает разрушаться. Вот если этот самый крепкий известняк, он не разрушается, а дальше здесь выше, менее крепкий известняк, он разрушается очень хорошо. А разрушают еще тем, что подрывают вот эти мягкие слои, где и чечевичный слой, и глинистые слои, их вырывают в поисках тех же трилобитов. И потом происходит обрушение берега. Я решил полюбоваться рекой Лавой с высоты старинного двухарочного моста, которому почти два века. И для своего возраста он хорошо сохранился. Архитектор этого моста Давид Висконтий, впечатляющая своей красотой переправа, была построена в 1825 году из местного известняка. И до недавнего времени, пока здесь не был построен современный мост, по нему даже ездили машины. Здесь проходил Архангелогородский тракт, провоженный еще в Петровские времена. Булыжное мощение просматривается до сих пор. Эта почтовая дорога связывала Москву с Архангельском. И одной из ее задач было доставлять правительственные распоряжения в северные города. Юрий Алексеевич, а где мы сейчас находимся? Ну, здесь или разлом, или трещина оперения разлома. Здесь как раз очень много эндоцерротидов, головоногих моллюсков среднего ордовика. Вот обломок этого эндоцерротида. И в нем сифон, внутренний тяж, который шел через все тело этого головоногого моллюска. Они достигали иногда и свыше трех с половиной метров эндо. Это у него сифон сверху был, он виден буквально сразу из тела этого головоногого моллюска. А вот есть ортоцерротиды. У него сифон в центре шел. И они, если эти достигали нескольких метров, то ортоцерротиды, они были поменьше и размером поменьше. И длиной всего чуть больше метра. А сифон-то зачем им нужен был? Он набирал воду, а потом ее выпускал и от этой водяной струи он передвигался и вверх, и вниз. В водах реки Лавы живут не только рыбы и древние миноги, но и самые крупные грызуны Европы. Это строгие вегетарианцы. Рыбу они не едят. Только кору деревьев, листья, траву и корни водных растений. Бобры – преданные семьянины. Пары образуют на всю жизнь. Верховодят самки. Они и крупнее, и сильнее самцов. Так что в семье бобров царит матриархат. Также особо охраняемая территория привлекает лису, зайца, американскую норку, ласку. А теперь свежие лесные новости. Когда к поваленному ветром дереву начали ходить лоси, не было ничего удивительного. Ведь для них и ветки, и кора осины являются излюбленным лакомством. Но когда упавшей осиной заинтересовался глухарь, лично у меня возник вопрос. Здесь довольно много этих деревьев. И птица может спокойно взлететь на любую понравившуюся ему осину. Однако глухаря заинтересовало именно упавшее дерево. Глухари любят листья осины, но уже пожелтевшие, осенние. А тут лето. В какой-то момент я понял, птица появилась только через несколько недель после того, как упало дерево. И листья за это время увяли и стали, как осенью, пригодными в пищу глухарю. Ох, лето красное! Любил бы я тебя! Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи! Вслед за комарами и мошкой теперь объявились еще и вездесущие слепни. Укусы их довольно болезненны. Во время съемки кабана петербургский фотограф дикой природы Данил Карпиченко был удивлен. Насколько дикая свинья терпима кровососам! Но в какой-то момент зверь стремительно скрылся. Вернувшегося кабана было не узнать. Он словно броней, весь был покрыт толстым слоем грязи. При такой защите животному уже не страшны никакие кровососы. А заодно в грязевой скорлупе кабану не страшна и жара. На прогулку по памятнику природы каньон реки Лава можно смело закладывать три часа, а то и больше. За изучением каменной летописи нашей планеты время летит незаметно. Главное помнить о безопасности. Ведь мы находимся в музее под открытым небом. Поскольку рельеф очень неровный и далеко не везде выходы с верхнего края каньона как-то огорожены, особенно важно следить за маленькими детьми. Высота каньона все-таки местами значительная, а внизу камни. Ну и кроме того, как и на любой такой неоднородной территории, где много уступов, можно поскользнуться, можно подвернуть ногу запросто. Поэтому смотрите под ноги, чтобы не травмировать голеностоп. Добраться до памятника природы можно на электричке с московского вокзала. Выходим на станции Жикарева, а далее пешком до деревни Васильково. Либо на личном транспорте по Мурманскому шоссе. Попав в каньон реки Лава, мы словно на машине времени перенеслись в прошлое. Смогли посмотреть слои земли, скрытые в основании гор, которые были свидетелями зарождения жизни на нашей планете. Продолжаем исследовать заповедные уголки Ленинградской области и Санкт-Петербурга. С вами был Павел Глазков. До следующих диких выходных! Редактор субтитров А.Семкин